Всем привет! За время эксплуатации этого смартфона я вот сейчас показываю вам список. Я специально его не торможу, для того, чтобы вы не разобрали, что там написано. Я выявил много плюсов и всяких минусов этого смартфона. И, конечно же, о главных минусах я рассказал в отдельном видео. 5 причин не покупать Mi 11 Lite, но в этом видео пойдет речь о 5 самых ярких его плюсах и то, что мне прям в нем реально очень понравилось. Обязательно посмотрите это видео, если вам интересен он к покупке, и тогда вы сможете примерно для себя понять, бомба это или это тот смартфон, который стоит обходить стороной. Начну с камер. Блок камер здесь традиционный, но немножко изменили по дизайну. Эти камеры у меня в комментариях под моими видео обливают грязью. Говорят, что они плохие, говорят, что этот блок камер вообще никудышний, но, конечно, говорят в основном про основной модуль. Я вам скажу так, что у меня на канале есть отдельное видео, как эта камера снимает ночью, и вы можете посмотреть. Эта камера просто превосходная, лично для меня. Я не профессиональный фотограф, и все же мне удалось из этого модуля камер вытащить то, что он реально может. И, как мне кажется, результат получился просто восхитительный. Что касается и фото, и видео. У фото обязательно нужно пользоваться предустановленными режимами. Например, если снимаете ночью, то ставьте ночной режим. Если снимаете, допустим, какую-то тряску, ставьте стабилизацию, но здесь она по умолчанию даже не выключается в некоторых режимах. Так что она у вас практически всегда будет включена. Ну и, конечно же, такой важный элемент – это видеосъемка. Full HD 60 кадров идут без просадки, идут со стабильным FPS, и, как мне показалось, очень хорошая детализация. И еще момент – это хорошая запись звука. Так что по камере – это самая сильная сторона. Это первое, на что я хотел бы обратить внимание. Второе, на что хотел бы обратить внимание – это работа модулей связи. Здесь я поговорю обо всех модулях связи. Это навигация, Bluetooth, Wi-Fi и, конечно же, радиомодуль, который позволяет нам связываться со спутниками и общаться. Могу отметить, что здесь очень хорошие динамики для связи. То есть здесь два динамика, о звуке поговорим чуть попозже. Но очень хорошие динамики в плане разговора. То есть можно разговаривать и по громкой связи, и просто приложив к уху классически, и слышно прекрасно при условии, что у вас хорошая связь со спутниками. Единственный баг, который у меня бывает иногда – я включаю громкую связь, и мне говорят, что меня плохо слышно. Вот за время, когда я тестирую этот смартфон, так как он мой основной, то звонков я сделал просто миллиард. И, конечно же, я практически всегда стараюсь переключиться на громкую связь, потестировать, посмотреть. Из всех звонков где-то, наверное, человек 6-7 мне конкретно сказали, что-то плохо со звуком, повторите еще раз. И я переключался на обычную связь, прикладывал к уху смартфон, и они говорили, да, вот сейчас хорошо слышно. Это налицо какой-то программный глюк, потому что если бы это было постоянно, то меня было бы всегда плохо слышно. Иногда я включал громкую связь, и мне говорили, тебя классно слышно, все хорошо. То есть, может быть проблема и где-то в спутниках, в операторе, ну не знаю. Но пока что я замечал это исключительно на громкой связи. Что касается Bluetooth, великолепно работает со всеми носимыми гаджетами, то есть вот с Mi Fit, прекрасно работают там умные часы, Mi Band и так далее. Bluetooth также у нас в высокой дальности действия, у меня не было никаких разрывов на дальности там 10 метров и так далее. Наушники прекрасно соединяются по Bluetooth. Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц работает прекрасно, стабильно, без просадки. Вот сейчас можете заметить, что одной антенки нет, но роутер, к которому подключен данный смартфон, находится за две стены, и также он находится на расстоянии примерно 10 метров. Я сейчас достаточно далеко нахожусь от роутера, и, как вы можете заметить, есть преграды. И вот смотрите, сейчас на частоте 5 ГГц одна антенка ушла. Но если подойти чуть ближе даже к стене, просто к стене, уже добавится одна антенка, а вот уже сейчас все антенки. По скорости здесь никаких проблем, по Wi-Fi здесь вот у меня провайдер дает 100 Мбит, и 100 из 100 он выдает, без всякой просадки, при том, что просадка по сути должна быть. Ну, иногда он 97 может дать, 98, 94, но в целом это 100 из 100. Ну, и, конечно же, по GPS очень быстро определяет геолокацию, очень быстро даже на холодную срабатывает, тут тоже у меня никаких проблем. Работает этот смартфон в двух стандартах, это GSM и VLTE, и, собственно, и в этом, и в этом режиме он работает прекрасно. По качеству связи у меня никаких вообще нареканий. Вот вы можете заметить, что на одной из симок подключен VLTE. Теперь, что касается нагрева. Данный смартфон я использовал также и для игр, я периодически поигрываю в разные игрушки, некоторые для теста, а в некоторые я играю на постоянной основе. Например, Asphalt 9 я достаточно частенько играю, там, Catan, RumiCube и так далее. А вот эти игры я установил для теста, это PUBG, Stand-Off 2 и Genshin Impact. И, собственно, эти игры он тянет без проблем. Естественно, что на максимальном качестве графики, на Genshin Impact он слегка фризит. Что касается игровых возможностей, там, PUBG, Stand-Off, Asphalt 9, он работает прекрасно. На Asphalt 9 тоже на максимальном качестве графики он слегка подфризивает. Опять же, я это в сравнении с Poco X3 Pro говорю, потому что это второй мой основной смартфон, и я его использую исключительно для игр. А в этом играть удобно, комфортно, только если игра не сильно ресурсоемкая. Если она очень тяжелая, то вот такие проблемы у нее возникают. Но что касается перегрева, то в любой игре, даже очень долго, если играть, он вообще не перегревается. Налицо хорошая оптимизация, работа процессора. Ну и, конечно, в играх он будет разряжаться. Это понятно, его не хватит на сутки. Но его хватит на световой день. В играх его прихватят примерно на автояркости, если не на улице играть, а где-то в помещении, то примерно где-то на 5-6-7 часов экрана, в зависимости от тяжести игры, от того, насколько высокая яркость, ну и так далее. Это была третья причина купить данный смартфон. Четвертая причина купить этот смартфон, это то, что у него великолепная быстрая зарядка и в целом автономность. Значит, мне понравилось, что он заряжается за буквально час с 20 до 100%, и при этом, как мне показалось, его хватает, ну вот по моим тестам, если очень активно пользоваться, на целый световой день. Либо, ну опять же, световой день, если летний, он, конечно, большой. Если говорить про зимний, то с лихвой хватит. То есть утром встаешь, практически не вылазишь из смартфона, 8-9 часов экрана при Wi-Fi легко. При 4G у вас будет 7 часов экрана легко просто на максимальной яркости. Если яркость будет автоматическая, и вы не на улице, вы где-то дома, где-то 10 часов у вас будет экрана. Опять же, все зависит от того, в каком режиме. Wi-Fi, 4G, переменно, или постоянно в 4G. В постоянной 4G, понятно, что он будет высаживать слегка батарейку, ну более активно. Примерно где-то 8 часов экрана у вас будет 100%, если у вас будет 4G на постоянной основе, и автояркость, и вы будете не всегда на улице. То есть яркость не стремится к 100%. В целом, по автономности, великолепный смартфон, я только в восторге. А так как зарядка очень быстрая, то кинул его там на 15 минут на зарядку в любом проценте, сколько бы у вас не было, и он еще проработает несколько часов легко. Так что в любых задачах, даже в играх. Так что для меня лично, это просто бомба, особенно учитывая то, что он тонкий, легкий и удобный. Ну и последнее, что хотелось бы отметить, так как я меломан, и сейчас поговорю о звуке, но поговорю сразу о двух моментах звука. Это динамики, их здесь два. Звук очень громкий. Звук невероятно громкий. Это самый громкий Xiaomi, который у меня был вообще когда-либо. И еще момент касаемо звука из наушников. Здесь выхода на наушники нет. И многих это, конечно, печалит. Но, ребята, за тот звук, который выдает этот смартфон, вообще не стыдно. То есть вот этот адаптер, он есть в комплекте. Также вы можете купить внешний USB ЦАП. Вы отдадите за него там десятку долларов, допустим, 10, ну пусть 15 долларов. Даже самый дешевый, купите USB ЦАП внешний, и у вас звук будет просто конфетка. Громкий, чистый, детальный. И даже звук через стандартный переходник, который идет в комплекте, звук здесь потрясный. Так что за него не стыдно. Он раскачивает даже высокоомные наушники. И как мне очень понравилось, он круто воспроизводит разные жанры. Хороший бас, хорошие высокие частоты детальные. И я вообще не стыжусь. То есть я очень был удивлен, что этот смартфон по звуку. Сначала я послушал его в простых наушниках. Ну, так подумал, да, ничего такого. Как был, так и остался звук. Но этот звук реально здесь прокачан. То есть звук намного лучше, чем он был в предыдущих поколениях Xiaomi. В любых, даже в более дорогих моделях. И еще что хотелось бы отметить. Здесь по звуку они добавили такие опции. Если зайти вот, звук и вибрация. И вот здесь есть настройка. Умный, музыка, видео, голос. То есть он теперь может подстраиваться. Либо сам под то, что вы к нему подключите, и то, что вы слушаете. Либо вы выбираете жанр, что вы смотрите. И он тогда подстраивает АЧХ. И здесь есть такая штука, как оптимизация звука. Он уменьшает шумы, искажения и улучшает звук. Но при этом здесь ползунок не активен, потому что не подключены наушники. Так что для меня лично, это просто, я вот могу поделиться, что я слушаю. Я слушаю очень редко. Приложение Music. Это старое приложение, которое сейчас уже даже в Google Play нет. Приложение Яндекс.Музыка. Великолепное. Я просто в нем души не чаю. Изумительные подборки. Высокое качество звука. Хиби Мьюзик для того, чтобы слушать высококачественные файлы, флэг и так далее. Дизер для того, чтобы был фризер, а фризер для того, чтобы слушать флэг потоково. Ну, собственно, вот по звуку это великолепный смартфон. Если кому-то интересно, посмотрите видео 5 причин не покупать Mi 11 Lite. Возможно, вам что-то откроется, будет что-то более понятно. Но это мой основной смартфон. Я его очень люблю. И у меня и у жены два таких смартфона у нас в семье. Вот коробочки от них, чтобы не быть голословным. Мне очень нравится. Конечно, не без багов. Конечно, есть нюансы. Но, слушайте, нет смартфонов без багов. Любой телефон, если активно тестировать и выявлять каждый нюанс, каждую деталь, в любом смартфоне будут нюансы, особенно на первых версиях прошивки. Особенно, если это Xiaomi. Хорошего всем настроения. Спасибо за просмотр. Если видео понравилось, не забудьте поддержать. Пишите комментарии, что вы думаете по поводу данного смартфона. И самые классные цены на этот смартфон будут в описании. Там будут ссылки на самые лучшие предложения. Два кэшбэка, которыми я пользуюсь, также указаны в описании. Все, пока.